Доброе утро, Хакасия! Сегодня в студии мы, Андрей Кобзарь и Александр Кравченко. Ну что ж, четверг уже за окном, почти выходные, так что давайте встречать это утро вместе. Поехали! На календаре уже 25 ноября, и праздников не так много, но все-таки они есть. Вот, например, в США сегодня отмечают День Благодарения. И по традиции, несколько поколений одной семьи собираются в доме старших на праздничную трапезу, основными блюдами которой являются сладкий тыквенный пирог, ну и, конечно, фаршированная индейка. Это, конечно, аппетитно, но я просто недавно одно видео нашел про индюков, и просто не могу им не поделиться с вами. Ну, посмотрим. Привет, индюки! Позор гусям! Индюки и люди, братья! Какие они смешные и задорные, и вот как после этого их фаршировать и кушать не знаю. Нам их есть и не надо, мы в России День Благодарения не отмечаем. Зато можно полакомиться парфе. Это такой холодный десерт, который готовится из сливок, взбитых с сахаром и ванилью. Затем его замораживают в металлической форме. Назвали бы просто мороженое, почему это парфейн? Все твои шуточки. Вообще-то это французское название десерта. Саша, шуточки не мои, а шуточного календаря. И, кстати, он предлагает отметить сегодня еще одно торжество. Называется «Внимательно смотри по сторонам». А я всегда так делаю, всегда смотрю по сторонам, очень хорошо. И, кстати, еще не нужно отвлекаться. Вот, смотри. А у меня вот так же было, кстати. И с тех пор я знаю, что на занятиях нужно быть вдвое невнимательным. А иначе придется отмечать праздник и день расплывных лиц. Ты хотел сказать расплывчатых, наверное? Нет, расплывных, как мазки от акварелии. Кстати, о которой у нас будет следующие пять фактов. Ну, давай посмотрим. Впервые акварель появилась в Китае сразу после изобретения бумаги. А спустя какое-то время обрела популярность в Японии. В переводе с французского слова этот термин означает «водянистая». Это такой вид красок, в которых растворителем является вода, в результате чего получаются легкие и полупрозрачные картины. Рисовали и не только на бумаге, но и на шелке, дереве и других материалах. В Европе она появилась намного позже, лишь в XIII веке. Но уже к XVI акварельная живопись стала такой же популярной, как и мысляная. В конце XVIII века эта краска получает распространение в Англии. Правда, первоначально это происходило среди любителей, а не профессиональных художников. В это же время популярность в обществе приобрела портретная миниатюра. Однако вскоре в Англии появляется целая плеяда профессиональных художников-акварелистов. А в 1804 году было основано их общество. В Российской империи подобное появилось в 1887 году. Но после революции его деятельность прекратилась, несмотря на то, что в советский период интерес художников к этой краске никогда не угасал. Возрождение произошло в 1998 году, когда появилось общество акварелистов Санкт-Петербурга. В настоящее время действуют школы и Академия акварели Сергея Андреяки. Современные художники, работающие в этой технике, используют не только классические краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины. Эффект акварельных красок используется и в тату-индустрии. Это направление открыла мастер из Нью-Йорка. Татуировки в таком стиле получаются нежными и легкими, и их нанесение не такое болезненное. Но, как и в случае с акварельными картинами, со временем они выгорают и становятся бледными. Поэтому такой рисунок хоть и выглядит красиво, но продержится недолго. Хотя это плюс для тех, кто любит эксперименты. По народному календарю сегодня Иван Милостин. Ну или Иван Снежный. А называли потому, что было очень много снегопадов. По традициям в этот день догуливается последняя свадебная неделя и завершается осенний цикл свадеб. А те, кто сватов не дождался, ждали Масленицу или Красной Горки. Тогда вновь возобновлялась свадебная пора. Ну а женщины кормили своих мужей орехами и считали, что он тогда будет ласковым, нежным и перестанет ворчать. По приметам, если домашняя птица прячет голову под крыло, то это к холоду. А вот где, наверное, уже не удивляются природным сюрпризам, так это Саудовская Аравия. То у них там ливень, то снег. А сейчас и вовсе град. Шторм прошелся по северу страны и покрыл населенные пункты слоем льда. Температура воздуха понизилась до плюс 7 градусов Цельсия, что для пустынного региона весьма непривычно. А рядом с границей Орданией после таяния града образовались стремительные потоки воды. И в ее плен попало сразу несколько автомобилей. Вернемся из Саудовской Аравии к нам в Хакасию и узнаем, какая у нас сегодня будет погода. Прогноз погоды в эфире «Утро Хакасии». В Черногорске и Устебакане значительная облачность. Светлое время суток минус 1, ночью минус 2. Южный ветер. Ожидается снег в первой половине дня. Сорский минус 1 днем, ночью до минус 2. Облачно с прояснениями, порывистый ветер юго-западного направления. В Беи и Саиногорске небо тоже затянуто облаками. Светлый период 0, после полуночи минус 3. Утренний туман, возможен снегопад. В Белом Яре пасмурно, днем плюс 1, после заката минус 3. Юго-западный ветер. В Аскизе днем плюс 1, ночью столбики термометров опустятся около нуля. Значительная облачность. Утро будет туманным и снежным. В Таштыпе и Абазе ситуация схожая, но градус будет ниже. В светлое время суток плюс 2, ночью до минус 3. Шира пасмурно, температура днем минус 2, после полуночи также минус 2. В Баграде и Копьево облака присутствуют, а утром возможен снег. Днем минус 1, ночью до плюс 2. В Абакане пасмурно, днем минус 1, после заката минус 2. Утром ожидается снегопад. Южный ветер, атмосферное давление в норме. Близится Новый год, и нам, девушкам, уже стоит задуматься о нарядах. Об этом, как и в целом о моде, мы сегодня поговорим с заведующей кафедрой производственных технологий и техносферной безопасности Инженерно-технологического института ХГУ Анастасией Белоусовой. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как Ваша кафедра связана с модой? Несмотря на то, что мы готовим не конкретно дизайнеров, а технологов легкой промышленности, инженеров легкой промышленности, конечно, каждое предприятие швейной промышленности, оно не может не знать модные тенденции, так как та продукция, которую они производят, будет нерентабельна на рынке. И поэтому наши студенты, естественно, всегда в тренде, всегда знают последние модные тенденции, как в текстильном дизайне, так и в общем, в стилистике одежды, и в цветовой гамме, в колористике. Всегда стараемся быть в тренде и знать последние тенденции. Есть ли у нас в Сибири какие-то определенные тенденции, вот такие моды определенные, может быть, связанные с более зимней погодой, что-то с холодной? Конечно, все равно у нас мода, она идет с европейской части страны, в общем, с Европы. Может быть, она немножко отличается в связи с климатом, но вот в последнее время, так как это связано и с пандемией, возможно, и с холодным временем года, сейчас в моде домашний стиль и этно-стиль. То есть можно увидеть у модных дизайнеров, например, такие изделия, как будто бы это бабушкино одеяло из пэтчфорка, превращенное в какую-то верхнюю одежду. Ну и это сейчас как раз-таки актуально, да? Да, это актуально, и наши российские дизайнеры это позиционируют в последнее время. Это связано с коронавирусом по большей степени, что вот локдаун, сидим дома там, ну и все в этом роде? Коронавирус внес большие изменения, конечно, в индустрию моды, как и в мировое сообщество. Мода поменялась очень сильно, так как люди на протяжении многого времени стали проводить в домашних условиях, на дистанционном обучении, на дистанционной работе, больше в тренды стала входить домашняя одежда и спортивная, удобная одежда. Ну, вот так. Ну вот многие женщины не носят головной убор, мол, прическу испортит. А вот есть ли какие-то тенденции в этом году, может, какие-то определенные головные уборы новые появились у девушек? Вот что сейчас в трендах тоже? Среди головных уборов основные тренды – это панамы. Ну, если раньше панаму мы могли видеть только на пляже, либо в какой-то летний период в повседневной одежде, то сегодня панама, она присутствует совершенно в разных стилях одежды, в разное время года. Да, даже зимой, да? Да, и выполнена совершенно из разных материалов. Можно увидеть и стеганую панаму, и панаму из кожи, и из различных пальтовых групп тканей. Также в моде сейчас, я бы сказала, даже новый вид головного убора – это косынка. Конечно, мы ее все знаем, что косынка существовала и раньше, но она сегодня также представлена в новой интерпретации. Мы ее также теперь видим и в холодное время года. Мы видим, косынка идет в комплекте с верхней одеждой. Может быть, специальная косынка, изготовленная под пальто, либо под пуховик, то есть выполненная из такой же ткани. Но удобство косынки заключается как раз в том, что она менее прилегает к голове, к прическе, и является удобной в том случае, если женщина хотела бы защитить голову от холода, но при этом не хотела бы испортить прическу. А если говорить о молодежи, то какие у них сейчас тренды? Может быть, определенные пуховики, определенные формы? Или что там сейчас? В основном молодежь сейчас носит одежду оверсайз, и у многих модных домов можно увидеть линейки одежды, которые они выпускают в одном размере. То есть если вы заказываете, например, спортивный костюм, вам не предлагают выбрать размер. Он будет идти в одном размере, несмотря на ваши какие-то параметры роста, либо полнотную группу. То есть это будет оверсайз. То есть вот сейчас в моде... Ну, в основном оверсайз – это повседневная и спортивная одежда. Конечно, в какой-то более деловой стиль он также приветствует оверсайз. Оверсайз вы могли видеть жакеты, оверсайз. Но вечерняя одежда, она, конечно, больше идет все равно приближенная к размерной группе человека. Если говорить о студентах, вот как они практику проходят, и как это тоже с модой связано? Практику, технологическую практику студенты проходят на предприятиях легкой промышленности, которые у нас есть в регионе. Это и город Сейногорск, и Черногорск, и Бакан. Руководители этих организаций всегда очень рады видеть наших студентов, потому что наши студенты, они приносят что-то новое, новаторские идеи. И очень часто после практики наших студентов у этих предприятий запускается новая линейка одежды. Даже так, да, бывает? Интересно, свою, значит, изюминку такую вносят. Хорошо, а вот много ли выпускников вашей кафедры в дальнейшем тоже работают именно с одеждой? Есть ли такие случаи, и как часто это бывает? Уникальность подготовки наших студентов заключается в том, что у нас объединено художественное и техническое направление. И поэтому возможности реализоваться у студентов в нашей кафедре намного больше, чем у других студентов, потому что они могут себя найти в коллаборациях профессий. Естественно, большая часть уходит в отрасли экономики, связанные с модой, с одеждой, с технологией изготовления одежды. У многих наших студентов есть предприятия, также оформляют самозанятость и занимаются дизайном. Какие тренды будут? Что лучше надеть на Новый год? Новый год у нас под символом тигра водяного, голубого тигра, поэтому все оттенки голубого цвета будут актуальны на Новый год. Также если брать аксессуары и украшения, то здесь тоже следует придерживаться морской тематики. Это жемчуг, либо какие-то другие аксессуары, связанные с морем. Так как сам тигр, он у нас имеет рыжеватый песочный оттенок, все оттенки ткани и одежды, связанные с этими цветами, тоже будут в тренде. Золотой и серебряный практически всегда актуальны. В этом году также золотой и серебряный цвет, он на Новый год приветствуется. Ну и классика жанра, это черный цвет, также можно его использовать. Если говорить о дизайне интерьера и новогоднего стола, то здесь следует придерживаться трех стилей. Это классика, этно и эко. То есть лучше взять для украшения либо натуральные новогодние украшения, это шишки, елочные веточки, либо придерживаться эко-стиля, например, использовать льняные ткани. Точно без пластика сразу же, да? Да, да. Тигр не приветствует открытого огня, поэтому не рекомендуется на этот Новый год ставить много свечей в интерьере и на новогоднем столе. Помимо этого, нежелательно использовать много мишуры. Вот, кстати, о мишуре. А елку как лучше украсить? В каком-то однотонном, ну, как бы, цвете или как? Сейчас, да, очень много различных вариантов используется для украшения елки, но я все-таки рекомендую придерживаться классического стиля, либо эко-стиля. То есть это приближенные игрушки из натуральных материалов. Либо это текстиль натуральный, это хлопок, лен, либо это натуральные материалы. То есть те же шишечки, веточки. Ну, а классики как можно понять? Классика – это традиционные классические игрушки новогодние. Это стекло. Также желательно использовать не ультрамариновые цвета, чтобы это были классические, спокойные оттенки. Также приближенные к цветовой гамме, которая в одежде рекомендуется использовать, то есть это голубые оттенки, либо классическое золото и серебро. Ну и самое главное все-таки, вот мы говорили с вами про то, что сейчас в моде оверсайз. Ну, а в чем лучше встречать Новый год? Наверняка же лучше в каком-то платье. Может, конкретная модель даже лучше подойдет? Здесь конкретных модных тенденций нет. То есть все-таки каждая женщина подбирает под свой стиль самостоятельно. Но так как Новый год все-таки это торжественное мероприятие, все-таки платье должно быть нарядным. Уже точно не оверсайз. В общем, что ж, Анастасия, спасибо большое, что вы к нам заглянули. Я желаю вам удачи. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. А мы движемся дальше, так что ни в коем случае не переключайтесь. Ну что ж, начнем с легких новостей из США. Там за 30 долларов купили красивый рисунок под старину, так сказать. Но вот экспертиза показала, что это не имитация, а вполне себе настоящий рисунок 16 века за авторством знаменитого Дюрера. И цена у него аж 50 миллионов долларов. Ого! Вот это инвестиции! 30 долларов! Успешно! Вот бы тоже что-нибудь купить такое дешевое, но чтобы оно оказалось безумно старым и очень ценным. Но есть шанс, если ты купишь что-то очень старое. Это окажется бесполезным. Нужно вкладываться в технологии. Например, систему умного дома. В Калифорнии мужчина во время пробежки заметил дым из дома и через видеозвонок, установленный на входной двери, связался с хозяином дома. Узнав, в чем дело, владелец жилья дистанционно открыл дверь, чтобы мужчина спас домашних питомцев. Вау, какой крутой поступок! Не все герои носят плащи. Согласен, я рад, что у нас технологии не стоят на месте. Прогресс – это штука замечательная. А вот еще замечательно, когда сбывается мечта детства. И вот, например, деньги начинают сыпаться с неба. Ну или инкассаторы потеряют сумку с деньгами. В Сан-Диего дорогу засыпало вечно зелеными банкнотами. Проезжавшие мимо граждане решили, что они никуда не торопятся и приступили очищать проезжую часть от купюр, снимая, естественно, все на видео. Особо жадных уже задержали за краб. Власти уже заявили, что все деньги, собранные таким путем, необходимо срочно вернуть. Иначе – а-та-та! Действительно, забавная ситуация. Да. Может, и когда-нибудь и на нашей улице перевенется машина с деньгами? Да, Саша, мы обязательно их соберем и вернем обратно. Да? Конечно. Ну, что мы все про США, да про США. Нужно и про наши новости узнать. Ну, смотрим дайджест новостей из Республики Хакасия. У жителей Хакасии появилась возможность получить бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Сделать это можно во всех отделениях МФЦ. В Минздраве Республики отмечают – услуга создана в первую очередь для тех граждан, кто не зарегистрирован на портале госуслуг и не имеет возможности скачать сертификат в электронной форме. За полгода в черте города убрано 165 точек с мусором и отходами. По объему это солидный железнодорожный состав из 85 вагонов. В Абаканской администрации этот вопрос один из главных. Меры принимаются. К примеру, службы находят и засыпают заезды к стихийным свалкам. Но установить грязнуль не предоставляется возможным. Поэтому мэрия вынуждена применить всех средства. Фотоловушки постепенно распространяют по городу. А в 2022 году планируется закупить комплексы видеонаблюдения. Иного способа выявления и привлечения нарушителей к ответственности пока нет. Вчера республиканский аэропорт принял первый рейс из Екатеринбурга. Авиакомпании «Ред Винкс». Маршрут Екатеринбурга Бакан-Екатеринбург планируют выполнять два раза в неделю. По средам и пятницам. Так что до конца года стороны успеют совершить еще 12 рейсов. Полеты осуществляют ближнемагистральные лайнеры российского производства. Суперджет, рассчитанные почти на сотню пассажиров. Для региона этого должно хватить, считают в авиакомпании. Физкультурно-оздоровительный комплекс Черногорска, на который выделено 25 федеральных миллионов рублей, откроется ближе к весне. Так пояснили в дирекции стадиона «Шахтер». На территории этого спорт-объекта и разместится новый комплекс. Сейчас все этапы строительства в стадии завершения. Здесь расположатся хоккейная коробка, спортивное ядро для занятий легкой атлетикой, площадки для уличных тренажеров и игровых видов спорта. Строительство ведется в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хочу знать пароли от всех мобильных банков. А как ты их запомнишь? А пусть они все будут одинаковые. Один, два, три, четыре. Есть! Тяни! Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info Андрей, а ты видел когда-нибудь американские горки? Конечно, видел. А катался на таких? Да, было дело. А что ты знаешь про утиные горки? Подожди, утиные истории знаю. А горки что ли? Ну как, там просто уточки катаются на горке. Смотри. Милые пушистики с большим удовольствием катаются с горки. Словно малые ребятишки. Вот что нужно для счастья. Простым уточкам. Да, смотреть одно удовольствие. Ага. Слушай, а ты знаешь, кто победил? Кто, где, когда? Ну, слон против гуся или гусь против слона, не важно. Не знаю, но они же как бы в разных веселых категориях. Ну, я не знаю, что они там не поделили. Может, кровь у них горячая взыграла или шалость. Не знаю. Ну, а что я тебе объясняю? Просто посмотри. В одном из зоопарков случилась интересная схватка двух абсолютно разных стилей боевых искусств. Большой и неповоротливый слон против маленького и ловкого гуся. Бой был недолгим, но впечатления от него остались у многих. Ого! Вот это да! Ну, думаю, все-таки победила дружба. Так, подожди. Мы про горки говорили с уточками, про бой тоже рассказали. А что же еще осталось? Все просто. Работа. Ну, нет, Саша, давай не будем. Да, Андрей, да. Работа, работа и еще раз работа. Ну, ладно. А что у нас там с работой? Ну, как что? Даже собаки помогают и работают вместе с человеком. Смотри. Вот верно говорят, что собака лучший друг человека. Она тебя не предаст и всегда будет с тобой до конца. И снег поможет подавать. Слушай, ты так говоришь, как будто ты гороскоп посмотрел. Не посмотрел. А прямо сейчас посмотрим в эфире «Астропрогноз». Смотрим. Овны, сегодня вы будете педантичны и внимательны, как никогда. От вашего пристального взгляда ничто не укроется. Тельцы и звезды советуют вам избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фэн-шуй, освободить своей жизни место для нового. Близнецы, сегодня вы всячески будете пытаться доказать окружающим свою правоту. Будьте осторожны. Ваш боевой настрой грозит вылиться в крупные ссоры. Раки, начните день зарядки и контрастного душа. Это настроит вас на активный деловой лад и добавит уверенности в принятии решений. Львы, события этого дня прибавят вам обязательств. Однако огорчаться не стоит. Новые обязанности откроют перед вами хорошие перспективы. Девы, сегодня звезды наделяют вас общительностью, что позволит выгодно показать себя, например, сдать экзамен или провести переговоры. А вот весы напротив. Ваша прямолинейность в этот день способна натворить немало бед. Постарайтесь свести общение к минимуму. Скорпионы, не время расслабляться. Будьте насторожи, иначе вашей беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах. Стрельцы, ваше кредо на сегодня – конструктивный подход к любому делу. Особый успех ожидается в проектах, связанных с деньгами. Козероги, день будет наполнен поисками ответов на давно интересующие вопросы. Не все будет гладко, но результат вам понравится. Водолеи, если вы чувствуете себя загнанным в тупик, не страшно. Сегодня хороший день, чтобы избавиться от иллюзий и найти правильный путь. Рыба, сегодня ваш эмоциональный фон нестабилен. Впрочем, как и всегда. Но это лишь поможет вам подстроиться по течению жизни и извлечь свою выгоду. Саша, ты смотрел когда-нибудь индийский фильм? Ну, легендарного танцора дисков, конечно, смотрел. Но я бы не сказал, что я такой прям большой фанат Болливуда. А теперь представь, что в этих фильмах нет людей. В смысле? Ну, утка шикарно отыграла. Да, согласен. Понравилось? Ну, конечно. Ну, тогда и наша рубрика по приколу, наша очень горючо-любимая, кстати, тебе тоже обязательно понравится. Как и нашим телезрителям. Ну что, смотрим? Смотрим. Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джусь, оранжат. Да-да. Прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер. Ты мою маму не видел? Маму? А ты кто такой? Не знаю. Я спал, потом проснулась. Фрик. Фрик. Алиса, почему у моей собаки такие большие уши? Чтобы слышать, как ты без нее кушаешь. И этого никак не допускать. Вот так.